Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня, 22 июня, в музее, в этнографическом музее под открытым небом Торумаа состоится литературно-музыкальная встреча «Когда заря с зарею сходится», посвященная дню рождения первого профессионального поэта Манси Ювана Шесталова. Подробнее об этом поговорим с Сергеем Ремензовым, сотрудником этнографического музея. Доброе утро, Сергей! Доброе утро, Сергей! Нам сказали, что вас специально делегировали в нашу утреннюю студию, потому что для вас имя Ювана Шесталова — это не просто имя, и у вас есть какая-то особая связь была. Ну, наверное, это связь, как у всех творческих людей. Все-таки мы тоже молодое поколение пишем, немножко поэзия, немножко прозы. Я сам член литературного сообщества «Югорские ваганты». Ну и, конечно, к творчеству Шесталова я прикоснулся еще в годы учебы, студенчества, и очень много почерпнул для себя. Можно сказать, что он неким образцом для вас был, да? Или все-таки у вас немного другая направленность? Я бы сказал, что у меня направленность, конечно, другая, но творчество... В какие-то моменты были полезны? Дело не в том, что даже полезное, дело в том, что оно все-таки стоит особняком, это творчество, потому что это действительно чувствуется, что это поэт мансийского народа. Он очень вдохновляет. Есть отличительные особенности в его поэзии и прозе? Да, даже если прозу взять, то там очень много лирических отступлений, очень много, так скажем, отсылок к традиционным действиям. То есть к культуре и обычаям, да? Да, и к местности нашей. Слушайте, можно сказать, мансийский лев толстой. Ну, может быть, да. Сергей, название литературно-музыкальной встречи очень красивое. «Когда заря с зарею сходятся». Почему вы выбрали именно такое название? Ну, весьма поэтическое название. Связано это с тем, что сегодня же 22 июня, в этот день, когда он родился, это самый длинный день в году. Вот, в этот день действительно заря с зарею сходится. Тем более в нашем северном крае, где в этот день, наверное, не наступает ночь, получается. Скажите, что будет за встреча, кто приглашен, что будет на этой встрече происходить? Значит, встреча будет в 2 часа дня в экспозиции «Под открытым небом» нашего музея Торума. И придут к нам в гости известные писатели, поэты, литераторы. Светлана Селиверстана, Денис Ламова, Александр Николаевич Семенов, Вадим Борисович Орлов. Также придут просто люди творческие, те, кто знал Иоанна Николаевича. И выступающие. Вот этот вечер будет звучать его стихотворение, насколько мы знаем. А кто будет теми самыми людьми, кто будет их читать? Ну, конечно, прочитает и наше старшее поколение. И молодые придут поэты. Значит, также участвует, получается, Вал Нептин. Валя 86, который, да? Да, тот самый Валя 86. Его мы знаем. И Сюнер Анышев, внук Анастасии Ильиничной Сайнаховой. Тоже известного ученого Мансийского. Ну и многие другие театры Пскоговских народов. Все, кто когда-то уже прикасался к его творчеству. Все, кто вдохновился им. Сергей, подскажите, пожалуйста, Ваш ведь музей, этнографический музей под открытым небом Турма, и в этом году стал еще более тесно связан с Иоанном Николаевичем Шесталовым. Помимо того, что есть у Вас в экспозиции его мемориальный кабинет, так еще в этом году Вы, по-моему, получили премию имени Иоанна Шесталова. Да, действительно, мы постоянно заботимся о наследии великого нашего поэта. И в этом году, вот так нам, скажем... Достоили чести Вас. Достоили чести, да. Как раз в том году было очень много мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения. И у нас это и встречи, гостиные, литературные, это выставки, выставка «Семья», например. И проект «Читаю Шесталова». Также я приходил сюда и рассказывал об этом год назад в сентябре. Это когда мы записывали или нам присылали видеоролики со стихами. Очень здорово, кстати, придумали. Да, ну тогда за 10 дней, буквально за 10 дней, более 40, что ли, роликов у нас было. Ого. То есть действительно активно участвовали. Да, известные люди присылали. Ну и мы надеемся, что в этом году может быть продолжение. Замечательно. Мы будем ждать. Благодарю Вас, Сергей, за то, что помните первого профессионального мансийского поэта. И не только в год его юбилея, но и также в другие годы. Мы постоянно, да. У нас так связано все с Иоанном Николаевичем. И этот мемориальный кабинет тоже, как бы, заходишь, она рабочая такая атмосфера. Всегда приветствуем новые творческие коллективы и активность. Поддерживаете, да? Здорово. Желаем Вам всего хорошего. И все те, кто знаком с творчеством Иоанна Николаевича Шесталова или хочет прикоснуться к нему милости, просим сегодня в этнографический музей под открытым небом Турма в 2 часа дня. Благодарим Вас, Сергей. Желаем Вам всего хорошего. Доброго утра. А с Вами, дорогие друзья, увидимся через несколько минут.